Здравствуйте, дорогие друзья! Начну сегодня с притчи короткой. Жил-был прораб, и вот он всю жизнь строил дома. Был уже пожилой, решил уйти на пенсию. Я увольнаюсь, сказал работодателю. Ухожу на пенсию, буду нянчить там внуков. Хозяин сказал, хорошо, давай сделаем так, построим последний дом и проводим тебя на пенсию с хорошей премией. Годится? Прораб согласился. Согласно новому проекту, надо построить дом для небольшой семьи, там началось, там то, сё. Он торопился, ему хотелось скорее... Он же видел себя на пенсии. Не доделал половину, там трубы поставил плохие, дешёвые материалы, лишь бы быстрее. Ну, такое вот у него. Чувствовал, что делает худшую свою работу, но оправдывал себя тем, что это конец карьеры и ничего. Когда стройка была закончена, его вызвал хозяина. Смотрел дома и сказал, знаешь, а ведь это твой дом. Это мы решили, что вот достроим дом, и вот ключи, вселяйся и живи. Все документы оформлены. Это подарок тебе от фирмы, это многолетнюю работу. Что испытал этот прораб, известно ему одному. Он стоял красный от стыда, все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его. А он, вы понимаете, краснел от стыда о собственной небрежности. Осознавал, что все ошибки, все недочёты стали теперь его проблемами. А все вокруг думали, что он смущается дорогим пардарком. Вот теперь он должен был думать, как жить. Мы все прорабы своей жизни. Мы строим нашу жизнь, как этот прораб. Вот перед уходом на пенсию мы все вот работаем. Не прилагаем особых усилий. Считает, что результаты конкретной стройки не так уж важны. К чему нам усилия излишни? Затем осознаем, что мы живем в доме, в который сами построили. Ведь всё, что мы делаем сегодня, имеет значение для сегодня и для завтра. Уже сегодня мы строим дом, в который мы селимся завтра. Знаете, однажды Равин Иерусалим, Рави Шмуэль Салантер, спросил о двух великих людях, которые живут в его городе. Это Рави Бриско и Рави Мэви Айрбахи. Кто из них более великий? И Рав Шмуэль ответил, когда хотят узнать, какой из двух предметов весит больше, то их помещают на разные чаши весов. А у меня нет таких чаш, на которых я мог бы поместить таких гигантов. Вот так сказал великий Рави Шмуэль. А какой величины наши весы? Как мы судим о жизни, о том, что мы делаем? Как мы судим вот в этой недельной главе Пинхасе, там, кто читал всё-таки недельную главу? Он же пророк Ильяу. Как мы можем о них вообще судить? Что мы можем понимать об этих людях? Наша точка зрения подкуплена часто, подкуплена своими интересами, какими-то вещами, связанными с нашей жизнью. Наши весы сбились. И это почти у всех. Расскажу ещё одну историю. В своих поездках по укреплению иудаизма Рави Салант был в разных местах. Однажды он заехал на постоялый двор. Владелец постоянного двора увидел, ну, вроде так, раввин такой в одежде. Спросил, уважаемый, вы Шойхет режете? Шойхет тоже режет животных. Он говорит, да, да. Владелец говорит, ой, очень хорошо, у меня приехали гости. Шойхет наш уехал до завтра, а мне надо накормить их мясом. Рави Салант говорит, хорошо, а можно мне ещё к вам вопрос? Я потратил много денег в пути, у меня есть деньги заплатить вам за ночлег, но не хватает 10 рублей вернуться домой. Вы не могли бы мне их одолжить? Верну бы первой возможности. Хозяин помрачнел, говорит, уважаемый, понимаете, мир полон мошенников, вот вы поймите, не обижайтесь. А 5 рублей, сказал Салант, но это тоже приличная сумма. Рави покачал головой, достал кошелёк, открыл, там у него было достаточно денег. Поймите, говорит, мне не нужны ваши деньги. Я только хотел проверить одно вещь и показать вам. Когда вы меня увидели, вы попросили меня зарезать птицу, полагая, что я шойхет, и полагали вы на моё слово. В том, что касается серьёзнейшей затраты Торы, о том, чтобы не накормить кого-то запрещённым мясом, ну, вы так посмотрели, вы мне доверяете. А 5 рублей, доверия не хватает. Вот насколько ценен там кашрут, насколько ценны всякие заповеди в ваших глазах. Вот наши весы, вот они сбившиеся весы. Совершенно необходимо ввести в нашу мысленную систему спутниковую, вот эту вот, систему обозначения пункта, к которому мы хотим прийти. Поэтому, если вы не знаете, куда хотите добраться, если у вас нет цели, если вы реально не ставите перед собой духовные цели, вы вообще никогда туда не доберётесь. Никто не доберётся. Всякому, вот, хоть немного сведущему в учении иудаизма известно, что согласно этому учению, человеческая жизнь в нашем мире является только первой частью жизни человека, предверием, коридором. После завершения первой стадии мы поднимаемся на другие, более высокие ступени существования. Это и есть вера в грядущий мир, вера в бессмертия души, в ад и сад и денский, воскресение из мёртвых. Это основа основов принципов веры Израиля. Ну как же ж не подумать об этом хотя бы две минуты. Как же хоть, ну я не знаю, там полчаса не уделить той бесконечности и тратить время только на эту конечность. Подумайте об этом. Брахава от слаха и хорошей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!